Благодарственное письмо за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд из рук главы округа получили Сергей Шуренко, Вера Тарасова и Светлана Шушунова. Спасибо большое за работу. После торжественной части встреча продолжилась в непринужденной обстановке за чашечкой чая. Михаил Перцев обсудил возможность развития центра с директором Ольгой Изотовой. У нас нехватка, катастрофическая нехватка какого-то, может быть, многофункционального крытого спортивного объекта или фока так называемого. Потому что, когда единовременно у нас дети в таком количестве, нужно, конечно, крытое сооружение. Лагерь «Дружба» работает с 1964 года и входит в пятерку лучших лагерей России. Ежегодно здесь отдыхают тысячи детей. Желанным местом отдыха он был в советское время, таковым остается и сейчас. 1 210 подростков от 7 до 18 лет провели новогодние каникулы здесь уже в этом году. Территория лагеря – это 70 гектаров смешанного классического леса. Есть открытые спортивные площадки, а крытого комплекса пока нет. Но это будет востребовано? Это будет востребовано не только на территории центра отдыха, не только на территории детской здравницы. Это востребовано будет в ближайших районах в том числе. В ближайших районах только Пушкино, да? В Пушкино, правда, нет таких объектов, которые могли бы работать как внутри организации, так и на внешние употребители, которые могли бы быть те же группы детей, какие-то спортивные съезды, сооружения. Подобная площадка даст возможность проводить соревнования и различные спортивные мероприятия на территории лагеря. Ведь работает он круглогодично. За прошедший 2019 год здесь отдохнули 19 106 человек. Она только двигается, не лениться и засучить рукава и работать. Вот и все. Поэтому с нашей стороны вы получите поддержку, это 100%. Дети, это все. В завершении встречи Михаил Перцев поблагодарил сотрудников лагеря. Пожелал крепкого здоровья и успеха в работе с подрастающим поколением. Ольга Алексеинкова, Антон Орловский, Яков Глазер, Пушкинское телевидение.